Кастинги национального конкурса красоты Мисс Беларусь 2018 пройдут с 26 января по 11 февраля 2018 года. Именно о том, как будут выбирать главную красавицу страны, поговорим прямо сейчас. У нас в гостях директор дирекции спецпроектов телеканала УНТ Иван Подрез. Доброе утро. Доброе утро, ребята. Здрасте. Здравствуйте. Ну давайте рассказывайте, девушки сейчас возле телеэкранов и ждут цифры, где, когда, что. Особо пристальное внимание на свои телеэкраны сейчас должны обратить девушки из Гомеля и Гомельской области в возрасте от 18 до 24 лет, имеющий рост не ниже 174 сантиметра, без татуировок и пирсинга, никогда не состоявшие в браке, не имеющие детей. Почему Гомель? Потому что в Гомель мы отправляемся именно сегодня, 26 января, в эту пятницу, сразу после съемок в нашей любимой программе «Наше утро». Садимся на машины, едем в Гомель в 12 часов по адресу Реческий проспект, 24-2, Центр моды и красоты, Хрустальная нимфа, прекрасные гомельчанки. Ждем вас через несколько часов. А в жительнице других областных городов? 28 января Витебск, 1 февраля Могилев, 3 февраля Брест, 4 февраля Гродно, 10 и 11 февраля город Минск. Тут важно сказать, что если девушка по каким-то причинам не успела приехать на кастинг в свой родной город, например, Гомель, она совершенно смело может приезжать в другие города, может приезжать в Минск 10 и 11 февраля. То есть за любимой группой ОНТ может по всем городам прокатиться? Вполне. Ну, многие мужчины сейчас думают, ну конкурс красоты, ну что, это же не серьезно, это же все шпилечки, вот эти все заколочки. Но на самом деле это же очень серьезно, выбирается же девушка раз в два года, которая будет представлять нашу страну. На престижных международных конкурсах красоты, в том числе на конкурсе красоты Мисс Мира. И действительно, в этом году есть желание, задача и потенциал найти символ белорусской красоты, наше национальное достояние, королеву белорусской красоты. Иван, вот даже когда в больницу, да, ты идешь на тот же медосмотр, тебе говорят, возьмите с собой полотенце или возьмите с собой еще что-то. Нужно ли девушкам брать что-нибудь на, так сказать... Как нужно готовиться, в общем. Как подготовиться, или в чем была, в том и пришла. Дмитрий, и так себе метафора, конечно. Да. Но вопрос хороший. Отлично. Спасибо за острый вопрос, вы должны были сказать так. Спасибо за острый вопрос. Девушки должны с собой иметь стуфли на высоком каблуке, желательно одежду, которая бы подчеркивала достоинство фигуры, и купальник. А паспорт? Ну, конечно, это естественно. Конечно, естественно, с этого надо начинать, но мне кажется, это понятно. Нет, непонятно. Паспорт обязательно. Вот так. Таланты имеют же огромную роль, не только внешние параметры. Нужно ли стишок какой-то учить, танец, песню, что-нибудь такое, чтобы как-то произвести впечатление на... У Дмитрия, видимо, тоже богатый опыт участия в мужских конкурсах красоты, он знает. Он подсматривает его весь, весь его опыт участия только в этом. Я ездил за любимой группой по всем городам. Учился в городах. Я все могу и танцевать, и плясать. Конечно. Очень большое внимание будет уделяться духовной составляющей и интеллектуальной составляющей. В самом финальном шоу, которое пройдет в начале мая в Минском дворце спорта, будет несколько новых моментов, которые как раз-таки будут призваны раскрывать вот эти стороны конкурсантов и претендентов. Поэтому, конечно, мы будем обращать очень серьезное внимание на их таланты, на их хобби, на их увлечения, на их способность излагать мысли, связанные правильно, на их знания белорусской истории, белорусской культуры, белорусского языка. Давайте в конце беседы напомним, Иван, что уже сегодня состоится первый кастинг и первый отбор в Гомеле. И еще раз напомним красивым гомельчанкам, куда приходить. 12 часов, центр моды и красоты «Крустальная Нимфа», адрес Речицкий проспект, 24-2. Ну и чтобы остальным девушкам из других городов тоже не было обидно, давайте напомним даты других кастингов, остальных оставшихся кастингов. 28 января – Витебск, 1 февраля – Могилев, 3 февраля – Брест, 4-я – Гродно и 10-й, 11-й – город Минск. Спасибо вам большое и удачи вам в поисках самой красивой и самой талантливой. Спасибо, хорошего вам эфира. У нас в гостях был директор дирекции спецпроектов телеканала ОНТ Иван Подрез.